Давайте мы продолжим читать с того момента, на котором мы остановились. Читаю, да? Да, мы забежали вперед, это плохо, но ничего не поделать. С удивлением на него смотрели его ореха и его змея, и, подобно утренней заре, предыдущее счастье левло на лицо его. Что же случилось со мной, мои звери? Сказал Заразустро. Разве я не преобразился? Разве не пришло ко мне блаженство, как бурный вихрь? Безрассудно мое счастье, и безрассудное будет оно говорить. Слишком оно еще вино. Будьте же терпеливы к нему. Ранен я своим счастьем. Все страдающие должны быть мне врачами. К моим друзьям могу я вновь спуститься, а также к моим врагам. Заразустро вновь может говорить и дарить, и делать для любимых то, что они любят больше всего. Моя нетерпеливая любовь течет потоком через край, вниз, к восходу и к закату. С молчаливых гор и грозовых туч страдания с шумом несется моя душа в долине. Слишком долго тосковал я и смотрел в даль. Слишком долго принадлежал я одиночеству. Так разучился я молчанием. Он слишком долго в одиночестве, но он разучился молчанием. Это как бы отцелка опять, что ему даже не нужно, как бы надоело есть мед, и пора... Да, 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 но хватит молчать. Пришла пора говорить, но говорить это значит говорить к кому-то. Нельзя говорить к самому себе. Устами всецело сделался я, и шумом ручья с высоких скал. Вниз в долины хочу я незринетному лечь. И пусть мне зринется поток моей любви туда, где нет пути. Как не найти потоку в конце концов в дороге к морю? Вы знаете, что это за морю. И более того, я думаю, что вы знаете, что это за метафора потока, спускающегося вниз. Это нечто подобно все сметающему потопу, который, да, ничего не оставляет на своих местах. Отлично. Если вы поняли, это здорово. Правда, есть озеро во мне, отшейническое, самодостаточное, но поток моей любви увлекает его с собой вниз. Да. Молю. Все еще тот же мотив. Зачем ты идешь вниз? Я люблю людей. Новыми путями иду я. Новая речь приходит ко мне. Устал я, подобно всем созидающим, от старых языков. Не хочет больше мой дух бродить на истопленных подошвах. Ну, спросите, что они там? Что такое старые языки? Золотую структуру не собирается спуститься вниз, чтобы повторяться. А, то есть новое. Да, ну так креативность, креативность. Пока он был в одиночестве, он создал нечто новое. И теперь он должен поделиться этим чем-то новым с миром, со своими учениками. Слишком медленно течет для меня всякая речь. В твою колесницу я прыгаю в буря. И даже тебя я хочу еще хлистать своей злобой. Как крик и как ликование хочу я нестись по широким морям, пока не найду блаженных островов, где прибывают мои друзья. Да, запомните эту фразу. Следующая глава как раз и будет на островах блаженных, и мы поговорим, откуда это берется. И мои враги мои злунины. Как люблю я теперь каждого, кому только могу говорить. Даже враги принадлежат моему блаженству. И когда я хочу оседлать своего самого дикого коня, мое копье помогает мне всего лучше. Оно всегда готово слуга моей ноги. Копье, что бросаю я в моих врагов. Как благодарю я их, что могу наконец метнуть его. Слишком велико было напряжение моей тучи. Среди хохота молний хочу я градом осытых долин. Могучей будет тогда взыматься моя грудь. Вдохнет она бурей над горами. Так придет для нее облегчение. Поистине, подобно буре, приходит мое счастье и моя свобода. Но враги должны думать, что само зло не истовствует над их головами. Да, даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости. И так возникает тема дикой мудрости золотустой. В этой книге его дикая мудрость будет сначала проявлять себя, а потом будет бороться против жизни. Жизнь или мудрость – вот вопрос, который будет поставлен золотустой в конце этой книги. И, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами. Как, если бы мог я, пастущий свирелю, привлечь вас обратно? Да, и сразу стоит вопрос, а не были ли речи из первой книги «Пастущий свирьи»? Как, если моя львица-мудрость научилась бы нежно рычать? Многому уже научились мы вместе. Да, да, львица, так нет, это есть львица-львица из самого конца. Кстати, очень хороший вопрос, почему ничи вообще одинаковы, с символом, которые значительно разные? То есть, почему он не задавался целью? Нет, опять же, это отличный вопрос, опять же, это проблема того, что тогда вам все будет понятно. Где место для вашей интерпретации, если все написано так, чтобы нельзя было ничего интерпретировать? Мы же с этого начали читать. Я сознательно делаю свое учение таким, чтобы у вас была возможность... Докажите, что вы не дурак. Докажите, что вы способны читать ничи. Для этого вам нужно интерпретировать все самостоятельно. Нельзя ничего разжевывать. То есть, помните, вот для вас это особенно свежо. Вот вы открываете Гоббса, и Гоббса напишет, в этой главе мы доказываем цифры 1, цифры 2, а дальше пойдут эти цифры. Вот это вот позитивизм, с которым пора покончить. Чем темнее вы, тем больше возможностей для интерпретации вы оставляете своим читателям. Но это не только такая, типа, любовь к читателям. Это еще и проверка. Докажите, что у вас хватает мозгов интерпретировать что-то. То есть, помните, я не люблю читающих из праздности. Празность предполагает, что вы просто читаете и не включаете голову. Включайте голову. Докажите, что вы способны интерпретировать. Художественной литературой является... Не всякая, конечно, не всякая. Дарья Донцова, конечно. Это вообще литература не является... Какая художественная литература пытается заставить вас помыслить о чем-то? Какая художественная литература предлагает вам обсудить вопрос с ней? Например, что такое человечность? Или, например, а как нам быть в случае... Ну, мне почему-то научная фантастика лезет в голову. Не всегда, естественно. Но она есть. Да, у вас был вопрос. Почему здесь львица, ну, как мудрость? Хотя мы знаем, что мудрость – это змея. Хотя у него уже есть змея мудрость. Да, потому что змея – это животное золотоство. А львица в конце роста, да. А сейчас это же самое животное снова мудрость. Да, да, да. Но это вопрос. Я понимаю вас. Значит, вопрос, который мне... Что я могу вам предложить в ответ на этот вопрос? Что мне кажется? Мы можем взять львицу, о которой вы говорили, и сказать, золотоство собирается разнести сейчас в пух и прах все современные учения. Для этого его мудрость должна стать дикой. Она должна стать опасной. Она должна стать коптистой. И в этом смысле она – мудрость львица. Мудрость разрушительница. Это не финальная мудрость. Не последняя. Это не мудрость змея. Такое мы можем предложить решение. Можем предложить другое решение. Это львица-мудрость, это львица в конце, смеющийся лет. Сейчас она еще не смеется. Что значит она смеется? Это значит, что она перестала быть тяжелой. Значит, она перестала быть серьезной. Да, быть серьезной. И в этом смысле в конце ведь наступает Великий Полдень. Все стало понятно для золотоства. И поэтому его львица больше не нуждается в том, чтобы рвать когтями и рычать. Она только смеется. Все уже понятно. Моя дикая мудрость зачала на одиноких горах. На жестких камнях родила она самого младшего из своих детей. Теперь безумная бегает она по суровой пустыне и ищет. Все ищет мягкого... Дерна. Моя старая дикая мудрость. На мягкий дерн ваших сердец, друзья мои. На вашу любовь хотела бы она уложить свое любимое дитя. Последнее дитя. Самое новое дитя. Так говорил Заратус. А что это за дитя? Сейчас Заратус будет делиться со своими учениками своим новым учением. Своей новой мудростью. Дикой мудростью. Сейчас. Если это его мудрость, и не до этого были дети, то... Мы уже знакомы с ними? Своей мудростью. Первый мудростью. Угу. То есть я понял. Да. Такой вопрос. Почему много животных, допустим, о трех превращениях? Там два животных и ребенок. То есть почему среди всех этих животных Ницше выбирает именно ребенка, а не какой-то еще ребенок? Ребенок – это человек, а не дети. Да, потому что как раз ребенок отличается... Человек отличается от животного именно... То есть почему этот человек, начнем с этого? Потому что у него есть креативность, которой нет у животных. У зверей нет креативности. Образ зверей – это образ некреативных. Нигилизм – это некреативность. Отрицать – это некреативность. Создавать это креативность. Почему это ребенок, а не человек? Потому что ребенок на все смотрит свежими глазами. То есть для него все в новинку, и для него все еще интересно. Можно ли действительно что-то так, что вы просто летали образ, он сразу писал, и вообще никогда еще не вкладывал? А, знаете, если мы читаем письма, а вы можете открыть письма и почитать, Ницше очень хочет, чтобы золотурство выглядело как человеческое произведение. И он всем пишет. За 10 дней написана первая часть. Все начинается так. За 10 дней написана первая часть. Продолжается следующим образом. За 10 дней написаны все части. Каждая часть золотурства давалась мне ровно за 10 дней. Величайшие 10 дней в моей жизни каждый раз. Это ложь. На самом деле, Ницше писал золотурство очень долго. Но составлял... Вы знаете, как Ницше пишет? Ницше пишет отрывки, а потом составляет их. Так вот, составили они с Питером Гастом за 10 дней. Но написал он это гораздо дольше. Но он хочет, чтобы это выглядело как человеческое произведение. И потому он хочет, чтобы вы верили, что ему спускается... Мне кажется, когда я читал, что все главы, они как-то вот так вот... То есть я не видел в них структуру. Структура, она была, мне кажется, уже потом. Как пазы такие. Ну, тут подходит. Ну, ладно. Пусть одна за другой идет. Вот такие образы. Золотурство ведь предупреждает вас. С вершины на вершину кратчайший путь. Вам кажется, что между ними нет связи именно потому, что эта связь утоплена. То есть вы видите только вершину айсберга. Но мы пытаемся же как-то их связать. Правильно? Получается? Нет, но вы же сами говорили, что сначала такие у него были идеи, а потом он уже... Да, но вы же должны понимать, что, во-первых, не все, что Ницше написал, вошло в Золотурство. А, во-вторых, там была серьезная правка. Там всегда есть серьезная правка. И вы можете открыть последние страницы, где идет комментарий переводчика. Естественно, не нашего переводчика. Потому что у нас таких не бывает. Там вы очень часто найдете на разные отрывки из Золотурства ссылки на первоначальные версии. На версии, которые возникают в черновиках и набросках. На версии, которые нет в черновиках и набросках. И так далее. То есть первоначальные наброски, они редактировались. И уже редактировались они в соответствии с задумкой. Не попадитесь на то, что Ницше – это, значит, человек, который пишет божественным благословлением, вдохновением музы или что-то такое. Потому что, например, тот же наш комментатор финальный на это попался. Или там «Открывайте волю к власти», комментатор воли к власти тоже на это попался. То есть он будет писать «До этого все книги Ницше создавались как по божественному повелению, только воля к власти рождается через муки». Нет. Но это то впечатление, которое Ницше хочет оставить и которое он оставляет. Вы понимаете, откуда мы с вами предположили, откуда «Орел и змея». И «Орел и змея» – это не случайные вещи. И «Лев и голуби» – это тоже не случайные вещи. А голубь – это вообще ничего. Мягкость. Мягкость, да. Власть с мягкостью. Ну, как бы не для Ницше, но да, конечно. Еще непонятно, почему голуби, а не «Орел». Вопрос по главу, который мы сейчас будем читать. Я не поняла, к кому обращение. То есть это он… Там просто есть местоимение. Мы или вот что-то такое. Но опять же непонятно. Да, эти речи вплоть до восьмой, со второй по восьмую, скорее всего, просвещены ученикам. Речи после восьмой, в речах после восьмой, за отсутствие обращается не к ученикам, к мудрейшим. То есть к современным философам и тех, кто захватили господство над умами. Ну что ж, на Блаженных островах? На Блаженных островах. Отлично. Что это за Блаженные острова, вы знаете? Да. Это Гесиод, труды и дни, 159-173 строчки. Гесиод говорит, что после окончания Золотого века… Вы помните, что у Гесиода происходит деградация людей по поколениям. Золотой, серебряный, медный, железный и последние люди – это люди, рождающиеся с седыми волосами, если мне не изменяет память. То есть сразу старики. Гесиод находится в Железном веке, а вот до него были прекрасные времена. И когда эти времена закончились, первых полубогов Зевс поселяет, спасая их от смерти, на эти самые острова Блаженных, где за ними следит сам Кронус. Где еще вы можете это найти? Платон, государство, 519-CD. Там тоже говорится о Блаженных Островах Сократ. Где находятся ученики Золотуства? Ученики Золотуства находятся среди полубогов. Он скажет вам, как создать Острова Блаженных где-то в этой же книжке чуть-чуть позднее. На Блаженных Островах плоды падают у смоковниц, они хороши и сладки. И когда они падают, сдирается красная кожица их. Я северный ветер для спелых плодов. Так, подобно плодам смоковницы, падают к вам эти наставления, друзья мои. Теперь пейте их сок и их сладкую плоть. Осень вокруг и чистое небо и время после полудня. Посмотрите, какое обилие вокруг нас. Из переизбытка хорошо смотреть на дальние моря. Мне когда говорили, Бог, когда смотрели на дальние моря. Но теперь учил я вас говорить сверхчеловек. Бог есть предположение, но я хочу, чтобы оно простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля. Чем ваша созидающая воля. Почему? Потому что, как вы уже говорили, Бог – это импотентность. Бог – это как раз невозможность ничего созидать. Могли бы вы сотворить Бога? Так молчите о всяких богах. Могли бы мы сотворить Бога? Это хороший вопрос. И на него очень тяжелый ответ. В этом смысле мы видим, что Затус обращается не к себе, а к ученикам. Мы знаем, как был сотворен Бог. Бог как посредник. Но вопрос, могли бы ли вы сотворить Бога, скатывается, сходится к вопросу, мог ли Ничи сотворить Бога. И для этого мы должны открыть Том 13 на странице 474, параграф 5. А ведь какое множество новых богов еще возможно? Даже для меня самого, в ком религиозный, то есть богообразующий инстинкт, порой еще пытается ожить. Сколь не схожих, сколь многообразных обличьях открывалась мне всякий раз божественная. Как много странного прошло уже предо мной. Те выпавшие из времени минуты, что приходили нежданно и негаданно, минуты, когда я положительно переставал понимать, насколько я стар и как долго буду молод. Тогда я не пополебался бы признать, что есть множество видов богов. Нет недостатка их в таких, которым не откажешь даже в известной беззаботности и веселости. Легконогость, может быть, даже входит в понятие Бога. Стоит ли пояснять, что Бог всегда знает, как удержаться за пределами всего рассудочного и мещанского. В том числе, кстати, будет сказано, за пределами добра и зла. У него свободен горизонт, говоря словами Верта. А если по такому случаю обратиться к недостаточному ценимому астеритету Заратустры, то Заратустры хватают на то, чтобы свидетельствовать о себе. Я смог бы поверить лишь в такого бога, который умеет плясать. Повторю, какое множество новых богов еще возможно. Сам-то Заратустра, конечно, всего лишь старый атеист. Но надо понять его правильно. Хотя Заратустра и говорит, что он смог бы, но он не сможет. Он сможет достаточно. Можно создать новых богов. Но не у учеников Заратустра хватает силы на это. Поэтому Заратустра говорит им, вы бы никогда не смогли создать нового бога. Могли бы вы сотворить бога, так молчите о всяких богах, но вы, несомненно, могли бы сотворить сверхчеловека. Быть может, не вы сами, братья мои, но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека. Да, видите, вот это вы и братья мои, это как раз обращение к ученикам. И кое-что еще. Заратустра говорит, что вы не могли бы создать бога. Но мог бы создать бога сам Заратустра? Нет. Ницше только что говорил нам Заратустра говорит, что он сможет, но он не сможет. Да. Но мы знаем, что за бог появляется в конце. И пусть это будет вашим лучшим творением. Да. Если бы вы создали бога, бог бы за вас все прибил к земле. Бог бы окончательно лишил вас возможности творить. Создание бога – это последнее создание, после которого ничего больше невозможно. Но как? Да. Может, ты считаешь, сверхчеловеком тот, кто создал бога для тиры и для всех остальных? То есть, допустим, не всегда предположить, что есть какой-нибудь там… Ну, не для всех остальных. Да, конечно. Это и будет функция философ будущего. Большинству нужны боги. В этом нет никаких проблем. Но Заратустра обращается к своим ученикам. Им не нужен. Когда Заратустра говорит в тысяче одной цели по поводу творения, что народы были творцами. Но не народы были творцами. А личности были творцами для народов. Конечно же, личности всегда создавали. И создавали даже самое свежее творение. Сама личность есть еще самое свежее творение. Бог есть предположение. Но я хочу, чтобы оно было ограничено тем, что можно помыслить. Да, сверхчеловек ограничен. Если вы создадите Бога, вы лишите своих потомков. А мы помним в речи о браке и деторождении о том, насколько важны потомки. Вы лишите своих потомков возможности созидать. Вы лишите их фактически человечности. Быть может, не вы сами, братья мои. Но вы могли бы пересоздать себя в отцов и предков сверхчеловека. И пусть это будет вашим лучшим творением. Да, нельзя совершить прыжок от первого... Это не горькие лесенки, да? Нельзя совершить прыжок от первого шага к последнему. Это путь. И путь предполагает, что не все пройдут его. И вы, как начало этого пути, точно не пройдете его. Могли бы вы мыслить Бога? Но пусть это означает для вас волю к истине. Чтобы все превратилось в человечески мыслимое. Человечески видимое. Человечески чувствуемое. Ваш собственный смысл должны вы додумать до конца. Не о смысле Бога должны вы думать. Не о смысле Бога должны вы думать. Вы самих себя должны мыслить. И собственный смысл должны продумать до конца. Затусство говорит о том, что его ученики должны выделить суть человека. То, что мы называем фундаментальным состоянием человека. А затем довести это фундаментальное состояние до предела. Это и будет сверхчеловек. Там, где вы найдете границу этого предела, и будет сверхчеловек. И здесь мы коротко должны поговорить о фундаментальном состоянии. Я говорил вам о двух его качествах. Их на самом деле три. Назовите мне их. Два свойства фундаментального состояния человека. Креативность. Хорошо. Временно. Отлично. И тогда третья. Воля. Класти. Да. Вот три качества фундаментального состояния человека. Его временность. Его креативность. И его воля к власти. Воля к власти это то, с помощью чего он реализует свою креативность. Временность это то, что ограничивает его креативность. Или то, что детерминирует ее. Вот эти три вещи мы должны продумать до конца. Как выглядит предел временности, как выглядит предел креативности и как выглядит предел воли к власти. Тот образ человека, который достигнет пределов во всех трех этих свойствах, кто это будет сверхчеловеком. Вот эти три проблемы взрослый должен решить. Объяснить нам, что такое креативность. Что такое воля к власти. И что такое временность. Или как можно жить, осознавая собственную временность. Как можно жить, осознавая собственную временность. Это вечное возвращение. Что такое воля к власти. Это вот отдельно воля к власти. Тут будет глава. Сейчас я скажу вам, как она называется. Вот это и будет глава воли к власти, после которых нам станет все понятно. Глава о самопреодолении. После трех песней идет глава «Воли к власти». У нас остается последний вопрос о креативности, но креативность мы будем рассматривать чуть-чуть дальше. И то, что называли вы миром, должно сначала быть создано вами. Ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им. И поистине для вашего блаженства вы познающие. И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды? Да, и то, что назвали вы миром, должно сначала быть создано вами. Иными словами, естественно, воли к власти подразумевают, что никакого мира нет. То есть, вне вашего собственного создания нет ничего. До сих пор то, что вы видели, было всегда созданием вашего тела. То есть, созданием нерациональным, непознанным, неволевым. Теперь должны вы своей волей контролировать это создание. И как могли бы вы выносить жизнь без этой надежды? Вы, познающие, не могу быть вам отрождено непостижимое и неразумное. Но я хочу открыть вам все свое сердце, друзья. И злодорство собирается, по крайней мере, или говорит о том, что он собирается открыть им все сердце. То есть, истину, о которой он молчал до этого. Если бы существовали боги, как выдержал бы я не быть богом? Следовательно, нет богов. Видите, уже речь не идет о смерти бога. Речь идет об отсутствии всяких богов. Всех богов. Конечно, это загадочная мысль, которую мы должны пояснить. Том 12, страница 172, параграф 11. Разум не в состоянии критиковать себя именно потому, что его невозможно сопоставить с разумами другого склада. И потому, что его познавательная способность могла бы выявиться лишь перед лицом истинной действительности. То есть, потому, что для критики разума нам необходимо быть существами более высокого равного, наделенными абсолютным познанием. Заметьте, что истинная действительность и абсолютное познание встают в кавычках. А уже это предполагает, что существует нечто, какое-то само по себе, непричастное ни к каким перспективистским способам ведения и чувственно-духовного усвоения. Но психологический вывод веры в вещи запрещает нам говорить о вещах в себе. Да. Когда мы говорим об объективности, мы говорим о том, чтобы встать над. Мы говорим о беспристрастности, если хотите. О чем-то, что стоит выше, чем сумма того, что мы ощущаем или видим. Как понять, что истина, а что нет, если мы ограничены собственным познанием? Надо выйти за пределы собственного познания. То есть гарантом существования объективной реальности и приближения, слэш-отдаления от этой объективности должно служить нечто, стоящее над нами. Должен служить Бог. Этот Бог обладает самой широкой перспективой. То есть если мы ограничены собственными страстями и эмоциями, собственным телом, то Бог не ограничен никаким телом. И в этом смысле он видит все. В этом смысле самая широкая перспектива. И о перспективизме мы поговорим чуть-чуть дальше. В шестой речи. Самая широкая перспектива – это и есть божественная или полубожественная перспектива. То есть представьте себе для простоты, я снова наступаю на мину, представьте себе для простоты спектр света. Наша с вами перспектива – это видимый свет, видимый для нас. На самом деле спектр света гораздо шире. Если вы видите весь спектр света, вы и есть Бог. Проблема в том, что это невозможно. Поэтому ближе всего сейчас, ближе всего к Богу тот, кто видит больше всего спектра света. Это и есть перспективизм, забегая вперед. Золотустра говорит, если бы Боги существовали, то есть если бы можно было видеть весь спектр, как мог бы я не быть Богом? В этом смысле Золотустра говорит, я вижу максимум спектра, который можно видеть. У Золотустра самая широкая перспектива, доступная человеку. Именно поэтому, если бы Боги существовали, он и был Богом. Но он знает, что он не Бог. И потому он знает, что нет никаких Богов. Мы говорим о том, как вы воспринимаете мир. То есть об оценке. Не о том, что есть, а чего нет. А о том, что хорошо, а что плохо. Потому что вопрос, падает ли ручка, когда я ее роняю, это не вопрос, который нам надо задавать. Вопрос, который нам надо задавать, это почему ручка? Или почему я должен ее уронить? То есть почему я ее отпустил? И это всегда вопрос о добре и зле. Давайте я забегу вперед по поводу перспективизма, и тогда вам будет понятней. Откуда это все? Из Фукидида. У человеческих действий всего два мотива. У всех человеческих действий всего два мотива. Страх и надежда. Чего бояться? Бояться худшего, на что надеяться, надеяться на лучшее. Это значит, что лучшее и худшее уже должны быть определены. Это значит, что хорошее и плохое уже должны быть определены. Но нет объективно хорошего и объективно плохого. Поэтому мы говорим о перспективизме. Ваше тело говорит вам, например, много есть – это хорошо, мне нравится. И вы тогда заражены страстью чревоугодия. Мое тело говорит мне прямо противоположное. Откуда мы знаем, что на самом деле хорошо, что плохо? И это опять-таки плохой пример, потому что вы можете сказать, что мы можем понять, сколько калорий должен потреблять и так далее. Но как вести себя в обществе? Что хорошо, что плохо. Вот. Вот. И взгляд того приближается к Богу, к божественному взгляду, кто захватывает все возможные страсти и видит всю возможную перспективу, кто смотрит со всех точек зрения. То есть тот, в чьем теле максимальное количество страстей. И наоборот. Тот, у кого одна страсть в теле, детерминированный, настоящий мужчина. Тот, кто всегда решителен. Тот видит только одну перспективу. И он никогда не сомневался. Он поэтому так и действует, потому что у него нет сомнения, как действовать. Он не видит перспективизма в целом. Значит, пик перспективизма – не объективности, а перспективизма. Это всего лишь тот факт, что вы видите максимум спектра из возможного. В смысле, из возможного для людей, а не из возможного в принципе. Никто не может быть Богом, потому что ни у кого нет идеального тела. Потому что идеальное тело невозможно. Но возможно такое тело, которое захватывает максимум того, что может тело захватить. Это и будет перспективизм. Но именно этот перспективизм говорит Заратустрия. Богов не существует. Хорошо, про перспективизм мы поговорим позже. Важно понять, что все наши действия определены вот этим представлением о добре и зле. И представление о добре и зле никогда не может быть объективным. Попытка позитивистов сделать его объективным и ее провал особенно ярко это показывает. Хорошо, давайте дальше. Я сделала вывод, но теперь он выводит меня. Угу. Бог есть предположение, но кто испил бы всю муху этого предположения и не умер? Неужели нужно отнять веру у созидающего, а у орла парения на орлиной высоте? Да, снова для Максима Павловича, который опоздал. Если Бог существует, да, если идеальный Бог существует, он создал мир. Какой мир? Идеальный. Если этот мир идеальный, в нем нечего менять. Если в нем нечего менять, креативность человека погибает. Поэтому, если Бог существует, то он служит гарантией тому, что вы ничего не можете создать, ничего не можете изменить. Он служит гарантией гибели вашей креативности. То есть, отрицанию собственного фундаментального состояния человека. Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, вращающим всем. То есть, на самом деле, переворачивает все с ног на голову. Вы увидите это в особенности в поздних произведениях Ницше, в генеалогии морали, где он прямо говорит, что христианская мораль – это мораль, перевернувшая все с ног на голову. На самом деле, выводы, которые делает христианская мораль, абсолютно неправильны. То есть, правильные выводы прямо противоположные. Поэтому очень легко играть в диалектику с христианством. Но тогда время бы исчезло, и все переходящее было бы только ложь? Да. Если Бог есть, есть вечность. Если вечность есть, время становится под вопрос. Если время становится под вопрос, вечность становится целью. И когда вечность становится целью, время останавливается. То есть, мечта о вечности – это мечта об остановке времени. В вечности нет времени. Если в ней нет времени, в нем нет изменений. И снова креативность погибает. Если вечность существует, временность не играет никакой роли. Если вечность достижима, креативность умирает. Мыслить подобное – словно попасть в вихрь. Испытать крепость в костях человеческих. И еще – это расстройство желудка. Поистине, вертячкой называют такие догадки. Это отсылка к моменту, когда золотустра сам вынужден будет попасть в вихрь и стать танцором талантеллы. Мы дойдем до этого момента. Злым называют враждебным человеку все это учение о едином и полном, и неподвижном, и сытом, и непереходящем. Вот только теперь на самом деле золотустра говорит о том, о чем я, забегая вперед, все время говорил вам, хотя обещал этого не делать. Об учении становления против учения бытия. Об учении отсутствия истины. Потому что если истина существует, то она как раз и есть в бытие. Здесь какая-то противоположность в учении бытия. То же самое, как в учении едином, полном, и неподвижном, и сытом. Это и есть как раз в учении бытия. Да, 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 да. То есть смотрите, мы с вами об этом говорили, давайте я коротко повторю. Вы попадаете в мир, и вдруг оказывается, что вы, как и большинство людей, неудачник. Вы что-то делаете, у вас не получается. Или, например, вы рождаетесь с пороком сердца. И вы начинаете спрашивать себя, как мог я появиться в таком отвратительном мире. Мир ужасен, мир ко мне несправедлив, мир невыносим. И тогда в противоположность ему вы говорите, смотрите, какой это мир, какое его главное свойство. Он становится, он становящийся, он постоянно меняющийся. Это значит, что этот мир не настоящий. Есть настоящий мир, где со мной все хорошо. Где нет несправедливости, нет случайности, нет хаоса. Но мир, в котором нет несправедливости, нет случайности, нет хаоса, это мир, в котором нет становления. А значит, мир, в котором нет времени. Это мир бытия. И тогда вы начинаете придумывать себе воображаемый мир. И чем больше вы ненавидите этот мир, тем больше вам нравится воображаемый мир. Мир бытия. Ну и соответственно, все, что происходит дальше, вы уже знаете. Этот мир бытия говорит вам, нет смысла жить в мире становления. Поскорее уйди из этого мира становления. Нет, но самоубийство запрещено, вы знаете. Пострадай до конца, чтобы наконец попасть в бытие. Эта концепция говорит вам, те, кто удались в этом мире, те, кто успешны, те, кто красивы, те, кто богаты, они в том мире должны быть наказаны, потому что справедливость требует наказания. Для вас справедливость – это извлечение от ваших проблем. Для них справедливость – это наказание за то, что у них не было проблем в этом мире становления. Потому что в мире становления не иметь проблем – значит быть злодеем, значит быть хаосом. Потому что только хаосу хорошо в мире хаоса. Заметьте, злодовство не говорит об этом никогда, кроме самого начала, кроме момента, когда он очень-очень кратко говорит, вы хотите быть отливом этой великой волны становления. Никогда больше он не говорит об этом. Но здесь и сейчас его дикая мудрость задела свое самое молодое дитя, и он показывает это самое молодое дитя своим ученикам. Там есть становление и закон становления. И этот закон становления подразумевает, что до тех пор, пока есть становление, есть возможность быть людьми. Там, где нет становления, нет возможности быть людьми. В раю нечего делать, потому что там ничего не происходит. Все неприходящее – это только подобие. Поэтому слишком много внук. Когда у вас появляется сторонний мир, вы, конечно, начинаете ненавидеть этот мир. Мир полный хаоса, несправедливости, случайностей и бессмыслицы. И, конечно, любое учение о потустороннем мире – это учение, обалкивающее и втаптывающее в грязь тот мир, в котором мы существуем. Злодовство как раз таки хочет, чтобы тот мир, в котором мы существуем, и был для нас лучшим из миров. Нужно создать такого человека, который был бы доволен этим миром, то есть не отравлен духом мести, не отравлен завистью. Но довольство миром, Златусы скажут об этом в последующем, это не значит сказать «да» всему, что есть в этом мире, «да» всему, что было и есть в этом мире. Это не довольство осла. Довольство этим миром – это сказать «да» всему, что было и есть, чтобы сказать «нет» будущему, чтобы изменять будущее. Вопрос, как создать такого человека, который будет говорить «да» всему, что было и есть, это вопрос, в частности, на который отвечает вечное возвращение. То есть прошлое и настоящее перед нами закрыто. Мы найдем это в главе, касающейся коллеги на мосту. Мы не можем изменить прошлое. Воля может все, но воля не может изменить прошлое. Поэтому прошлое, она должна обязательно принять. Если она не принимает прошлое, она становится завистницей и ненавистницей. Она начинает отравлять этот мир. Но о времени и становлении должны говорить самые лучшие подобия. Хвалой должны они быть и оправданием всего приходящего. Созидать – это великое избавление от страдания и облегчения жизни. Но чтобы быть созидающим, нужны страдания и многие превращения. Чтобы быть созидающим, нужны страдания. Прямо говорит Заратусство. Нельзя избежать страданий. Я уже говорил вам, кому отсылает Ницше, когда такое говорит. Кто пережил много страданий и опасностей и все-таки написал эту чертову книжку. И в самом начале книжки он такой говорит, блин, я эту книжку написал, там столько опасностей было, столько страданий. И мы каждый раз задавались вопросом, блин, ты же книжку написал, какие опасности. А в середине книжки он такой говорит, дайте я вам объясню, какие опасности. Хотите, мы откроем этот отрывок и прочтем вместе. Это Макиавелли. Макиавелли сначала говорит, там столько опасностей, столько ужасов, столько страданий. И вы не понимаете, о чем идет речь. Потом в середине книги он говорит, всякий, кто создает новое, рискует невероятно. Всякий, кто создает новое, оказывается врагом всех. Это же оттуда мысль. Кто враг добродетельный? Кто, кто создает новое? Это прямо из Макиавелли мысли. Многие превращения, это, естественно, многие превращения духа. Но нам пришло время сказать правду. Запишите на бумажке, чтобы мне было легче. Что мы сейчас будем читать? Потому что пришло время сказать правду об учении и установлении. Том 1, часть 2, страница 435, параграф 1. Нет, параграф 1. Том же том 1, часть 2, страница 158. Во втором томе, это страница 38, параграф 22. И страница 97, параграф 109. Том 2, страница 338, параграф 22. И том 2, страница 97, параграф 109. В некоем отдаленном уголке Вселенной... Эта книжка называется «Об истине и лживе во внеморальном смысле». Разлитой из блестков бесчисленных солнечных систем была когда-то звезда, на которой умные животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое мгновение мировой истории. Мировая история в кавычках, по понятным причинам. Но все же лишь одно мгновение. После этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные животные должны были умереть. Такую притчу можно было бы придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким жалким, призрачным и малютным, каким бесцельным и произвольным исключением всей природы является наш интеллект. Были целые вечности, в течение которых его не было. И когда он снова окончит свое существование, итог будет равен нулю. Ибо у этого интеллекта нет никакого назначения, уходящего за пределы человеческой жизни. Достаточно. Ницше начинает с самых ужасных мыслей на свете. Человек – это царь природы, человек – это пик эволюции. Разумность отличает человека от других существ, поэтому разумность – это пик эволюции. Ницше говорит, окей, давайте посмотрим на картину шире. Сколько прошло времени до появления животных на этой планете? Сколько? На этой планете. Четыре, четыре, да, отлично. А от формирования Солнечной системы сколько прошло времени? А от Большого взрыва сколько? Ну да, потому что они вместе это сделали. А от Большого взрыва сколько прошло времени? 13-18. Отлично. А сколько пройдет времени после того, как люди на этой планете умрут, и, соответственно, интеллект закончится? Они известны. До конца Вселенной. Неизвестны. Короче говоря, вечность позади и вечность впереди. И когда вы растягиваете шкалу, само существование человечества оказывается мгновением. Да, оно ничего, никакой роли не играет. Тем более, оно ничего не делает для Вселенной. Гигантская Вселенная, существующая для того, чтобы на одной, в одной галактике, в одной системе этой галактики, на одной планете этой системы, появился вдруг интеллект, смысл всего сущего. Это не имеет значения. Наш разум ни для чего не создан. Наш разум ничего не служит. Наш интеллект ничего не дает. Мы маленькая-маленькая песчинка на гигантском протяжении истории, которая была и закончилась в мгновение ока. Поэтому думать о себе, как о центре Вселенной, не имеет никакого смысла. Само наше существование не имеет никакого смысла. Не думайте, что если вы открыли сущность человека, вы открыли какой-то смысл в ней его. Нет никакого надмирного смысла создания, существования человека. Есть только тот смысл, который мы создаемся. Для чего существует мир? Мир в кавычках. Для чего существует человечество? И оно тоже в кавычках. Этим мы пока заниматься не станем. Разве только нам вдумается немного позабавиться. Ну понятно, почему уже. Ибо дерзость маленького червяка человека не есть самая забавная и самая веселая из всего совершающегося на земной сцене. Но для чего существует отдельный человек? Вот что ты должен спросить у самого себя. И если бы никто не сумел тебе ответить на это, то ты должен попытаться найти оправдание своему существованию, как бы... Апостолиоре. Ну это ваше любимое кантовское априори и апостолиоре. Ставя себе самому известные задачи, известные цели, известная ради, высокая и благородная ради. Пусть тебя ждет на этом пути даже гибель. Я не знаю лучшего жизненного жребия, как погибнуть от великого и невозможного, не щадя своей дорогой жизни. Да, но это мы уже говорили, это для тех, кто идет по мосту. Если же, напротив, учения о верховности становления, о текучести всех понятий, типов, родов, об отсутствии серьезного различия между человеком и животным, учения, которые я считаю, хотя истинными, но смертоносными, будут хотя бы в течение одного человеческого века распространяться среди народных масс с обычным для нашего времени просветительским рвением, то никто не должен удивляться тому, что народ будет гибнуть благодаря эгоистической мелочности, эгоистическому ничтожеству, благодаря закоснению и себелюбию, предварительно расколовшись на части и перестав быть народом. На месте последнего на арене будущего может быть появится система отдельных эгоизмов, будут образовываться братства в целях хищнической эксплуатации всех стоящих вне братств и тому подобные создания утилитарной пошлости. Чтобы расчистить почву для таких организаций, нужно только продолжать излагать историю с точки зрения масс и стараться открыть в истории такие законы, которые могут быть выведены из потребностей этих масс, то есть законы движения низших в своем поле. Но я думаю, не надо вам говорить, кто придумал такие законы, которые исходят из потребностей масс. Кого больше, господа или рабов в римском обществе? Кого больше, пролетариев или владельцев капитала? Вот это и есть тот самый прекрасный человек. Итак, вот вам смертоносная истина. Истина о становлении, истина об отсутствии бытия, истина об отсутствии разницы между животным и человеком. Следующий отручек. Том 2, страница 338, пункт 22. Не веря в памятник вековечнее медиа. Да, монументум аэро перениус. Это Гораций. Квинт Гораций флаг, если быть точно. Помните Пушкин «Я памятник создал себе нерукотворный»? Это вот это стихотворение и есть изначально. Большой ущерб, который несет с собой устранение метафизических воззрений, состоит в том, что индивидуум слишком серьезно относится к краткости своей жизни и не получает никаких более сильных стимулов создавать прочные, рассчитанные на столетия институты. Почему истина смертельная? Почему она смертоносная? По одной простой причине. Если массы узнают о ней, они превратятся в афинян времен чумы. Он сам хочет срывать плоды с дерева, которые сажает, а потому уже не желает сажать те деревья, что требуют постоянного ухода на протяжении столетий и предназначены осенять с собой длинные вереницы поколений. Ведь метафизические воззрения сообщают веру в то, что в них заложен последний окончательный фундамент, на который отныне вынужден водрузиться и на котором вынуждено строиться все будущее человечества. Если отдельный человек верит, что все бессмысленно и ничто не имеет значения, ему остается только одно – гедонизм. Наслаждение здесь и сейчас. У него нет другого выбора. Напротив, всякое общество, построенное на морали, ну, оно построено на морали, потому что оно не может быть на чем-то другом построено, всякое общество нуждается как раз в том, чтобы человек верил в будущее и работал ради будущего. Чума в Афинах – хороший пример того, что происходит, когда все люди наконец-то понимают правду. Один человек способствует своему спасению, когда, к примеру, жертвует на строительство церкви или основывает монастырь, потому что, как он считает, это зачтется ему и воздастся в грядущей вечной жизни души. Это работа для спасения души навеки. Да. Почему так требуется? Потому что человек, опять же, я процитирую вам Маккиавелли, враг всяких сложных предприятий. Ему не нравится страдать, ему не нравится тяжелый труд. Именно поэтому этот тяжелый труд должен быть гарантирован чем-то. Тяжелый труд сегодня для того, чтобы не трудиться тяжело завтра или не трудиться вообще завтра. Но если человек знает, что шанс на происхождение этого завтра, он стремится к нулю, он никогда не будет тяжело трудиться сегодня. Что обещает вам наличие пенсионной системы в России? Я подмигиваю. Да? Что сегодня вы тяжело трудитесь, чтобы через 20 лет наконец-то перестать трудиться, и можно будет отдохнуть. Да, ну понятно, что в текущих условиях, естественно, не это обещает вам пенсионная реформа. Но в целом и общем пенсионная система во всем мире обещает именно это. Иными словами, вы трудитесь сейчас, чтобы не трудиться потом. Если вы задумаетесь над этой формулой, эта формула величайшая бессмыслица, потому что потом, особенно на длинных промежутках времени, не наступает никогда. И в этом смысле Россия для вас отличный пример. Пенсия в 70 или во сколько она у нас теперь-то? Вот, которая больше, чем продолжительность, чем средняя продолжительность жизни. И когда вы это понимаете, вы задаетесь вопросом, зачем я должен это делать? Зачем я должен страдать сейчас, чтобы купить себе возможность не страдать потом, если я могу гарантированно не страдать сейчас? Вот эта мысль, которую дает Маккиавелли, которую Ницше прекрасно понимает и разъясняет для нас с вами. Ницше понимает, что масса разрушит общество в тот момент, когда оно поймет учение о становлении. И мы видим сейчас, что хотя Бог умер, то есть учение о бытии закончилось, для некоторых или даже для большинства это событие все еще в пути. Потому что большинство все еще надеется, что завтра будет лучше, чем сегодня. И на этой надежде основаны целые государства, целые общества, целые корпорации. Эта надежда вынимает из земли нефть, продает ее, создает машины и так далее и тому подобное. Вне этой надежды ничего бы не было. Вне этой надежды был бы безумный Макс, да, с гитаристом-огнеметчиком одновременно. Позднее он скажет, и мы, возможно, это прочтем, я не помню, если там этот отрывок. То, о чем я вам уже говорил не раз. Количество силы конкретной личности можно измерить количеством лжи, которое ей необходимо, чтобы жить. Ложь необходима, чтобы жить, потому что жить в мире, где все бессмысленно и случайно невозможно. То есть чем больше человек кажется, а не является, тем больше, тем более сил. Наоборот, чем меньше. То есть чем меньше вам нужно лжи, чтобы жить, тем вы сильнее. Так вот, Ничи говорит для своих учеников именно это. В том смысле, что именно это позволяет им своей волей к власти создавать новый мир. Всем остальным это не нужно. Все остальные как раз-таки должны жить в мире, иначе он разрушится. Выражаясь другими словами, безумный Макс с гитаристом-огнеметчиком, он происходит не на уровне окружающей действительности. Он происходит на уровне борьбы между великими умами. Между свободными умами, о которых говорит Ничи. О войне и войнах глава. Духовная война – это как раз война, где возможно все. Где все знают, что все бессмысленно, ничего нет. Поэтому духовная война – это война эгоизмов, эгоистических, давайте, воль к власти. То есть это война тех, кто говорит, не-не-не, я хочу, чтобы мир выглядел вот так. И тех, кто говорит, не-не-не-не, я хочу, чтобы мир выглядел иначе. Вот там действительно безумный Макс, пустыня, смерть, эти самые страшные, ходящие на палках мужики в зеленом фильтре, в синем фильтре, прошу прощения, и гитарист-огнеметчик. Для простых людей это не выход. Для простых людей так жить нельзя. И Фукидид, и, прошу прощения, Ниша берет это прямо из Фукидида, или берет это, ну прямо из Фукидида, давайте скажем, но я могу сказать, берет это из Макиавери, который берет это прямо из Фукидида. Может ли наука пробуждать такую же веру в свои результаты? Да. Вера в науку, вера в то, что наука может сделать завтра более хорошим, чем сегодня, это точно такая же вера, как вера в мораль. Наука только обещает рай на этой земле, а не на следующей. В этом мире, а не в следующем. Но смысл тот же самый. В этом смысле Ниша первый, кто ставит вопрос, зачем нам нужна наука. Наука не обещает хорошо быть хорошо. Сейчас не обещает. В тот момент, когда это говорит Ниша, ну так она сейчас не обещает именно потому, что Ниша задал этот вопрос и просто разбил все в пух и прах. Может ли наука пробуждать такую же веру в свои результаты? По правде говоря, сомнения и недоверия нужны ей. Они ее вернейшие союзники. Ну то есть скепсис. Несмотря на это, со временем сумма заповедных, то есть выдерживающих все бури скепсиса, все попытки разложения истин возрастет настолько, например, диететики здоровья. То есть Ниша первый, кто говорит вам про диеты. Что созреет решение создавать вечные творения. А покуда контраст нашего возбужденного существования мух-паденок с пространным покоем, в котором полна метафизическая эпоха, бросается в глаза слишком сильно. Поскольку обе эпохи разошлись во времени еще недалеко. Ну то есть эпоха, в которой никто не знал о становлении, и эпоха, в которой уже знают о становлении. Даже отдельный человек проходит сейчас слишком многими внутренними и внешними путями развития, чтобы отважиться устроить хотя бы свою собственную жизнь прочно и окончательно. Вполне современный человек, решивший, скажем, построить себе дом, делает это с таким ощущением, словно ему предстоит заживо похоронить себя в мавзолее. В мавзолее, да. И следующий отручек. Корбь и знания. Как хотелось бы заменить лживое утверждение о священниках, то есть какой-то Бог, который требует от нас добра, который является стражем и свидетелем каждого нашего поступка, каждого мгновения, каждой мысли, в которой нас трудят и во всех бедах желают нам блага. Как хотелось бы заменить их истинными, которые были бы столь же целительными, успокоительными и благотворными, как и названные заблуждения. Но таких истин не существует. Философия может противопоставить тем заблуждениям самое большее, опять-таки, метафизические мнимости. По сути дела, тоже уживут уверения. Угу. Парень говорит об этом в бессмертных стихах. Против таких скорби. Против таких скорби ни одно средство не поможет лучше, по крайней мере, в самые скверные часы жизни и солнечные затмения души, чем обратиться к торжественному легкомыслию Горадзе и вместе с ним сказать себя. Угу. Но легкомыслие. Но легкомыслие или уныние любой степени определенно лучше, чем романтическое отступление и дезертирство к христианству. Заметьте, как Ницше пытается соединить серьезность и легкомыслие. Да? Это то, о чем мы уже немножко говорили. Это и будет попытка танцевать. Угу. Заближение с ним в какой бы то ни было форме. То есть символ танцующего Бога – это символ соединения максимальной тяжести и максимального легкомыслия. Угу. Ведь с ним при нынешнем уровне познания уже решительно невозможно связаться так, чтобы не запятнать и не погубить в собственных и чужих глазах свою интеллектуальную совесть необратимую. Скорби, о которых идет речь, могут оказаться довольно мучительными, но без скорби нельзя стать вождем и воспитательным человечеством. И то же самое, без страдания вы ничего не сможете достигнуть. Угу. И более тому, кто захотел бы попробовать это сделать без названной чистой совести. Да, то есть без познания того, что нет никаких истин, нет никакого бытия, есть только становление. Хорошо, мы при этом возвращаемся назад к золотустыню. Теперь, когда он сказал своим ученикам правду по поводу становления, как же можно жить? Это строчка 20. Да, много горького умирания должно быть в вашей жизни, вы созидающие. Так будьте ходатаями и оправдателями всего приходящего. Итак, ранее люди утешали собственную смертность фактом существования богов из огромного мира. Золотусты требуют, чтобы они утешали собственную смертность иначе, празднуя, оправдывая жизнь, а не смерть. Ранее смерть нуждалась в оправдании, теперь жизнь нуждается в оправдании. И высшие люди должны оправдывать собственную жизнь. Для этого они должны смотреть на мир прямо противоположным образом, чем на него смотрят другие, чем на него смотрят христиане. Где мы можем найти такой взгляд на мир? Естественно. Ну, где мы можем найти такой взгляд на мир? Кто настоящие атеисты до атеизма? Атеисты и греки. Греки. У греков мы можем найти. И для этого нам придется прочесть немножко свадкого рождения трагедии. Опять зафиксируйте отрывки, которые нам придется прочесть. Это рождение трагедии 3, 4, 7 и 9. И будем читать немножко рождение трагедии. Это том первый, часть первая, книга первая, в смысле книга в самом томе номер один. Чтобы понять сказанное, нам придется как бы камень за камнем разобрать все это художественно возведенное здание Аполлоновской культуры. Пока мы не увидим фундамент, на котором оно построено. Здесь, во-первых, нашему взгляду представляются великолепные фигуры олимпийских богов, помещенные на фронтоне этого здания. Деяния коек, сияющих издали рельефов, украшают его фризы. Если между ними мы усмотрим и Аполлона, как отдельное божество наряду с другими, и не претендующее на первое место, то пусть это не вводит нас в заблуждение. Тот же инстинкт, который нашел свое зримое воплощение в Аполлоне, породил и весь этот олимпийский мир вообще. И в этом смысле Аполлон может считаться его отцом. Да, итак, мы должны посмотреть, как видели мир греки. С чего мы начинаем смотреть на то, как видели мир греки? С того, что они создали. Что является их серьезнейшим достижением. Конечно, их серьезнейшим достижением является искусство. И первым проявлением этого искусства является их пантеон. Какова же была та неимоверно сильная потребность, из которой возник столь блистательный сон у велей олимпийских существ? Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией, в сердце и думает найти в них нравственную высоту, даже святость, бестелесную удухотворенность, исполненные милосердия взоры. Тот неизбежный спор и с недовольством и разочарованием отвернется от них. Итак, мы смотрим на олимпийских богов, допустим, с точки зрения христианства. Что мы видим в олимпийских богах? Да, мы видим инцест, отцеубийство, оскопление, бесконечную ревность, предательство, интриги, расследование. Да, да. Со стороны богов к людям. О, а про это мы ими, да. Я пока говорил только о том, что происходит внутри божественного пантеона, но со стороны богов к людям тоже есть. Да, мы не видим ничего такого, уж тем более мы не видим милости. Греческие боги немилостливы. Здесь ничто не напоминает абаскезию, духовности и долги. Это не полукащей, бессмертный Иисус, голодный и полудохлый, которому прибивают к кресту после того, как его избили до смерти. Это пышущие здоровьем, с красивыми подкачанными, но не перекачанными телами, худощавые, сильные, красивые и так далее, и так далее, и так далее боги. И главное, что они все время развлекаются. Чем они занимаются? Они не следят за тем, как люди живут. Это не тот бог, который сидит, приобняв вас за талию и все время шепчет вам что-то на ушко. Эти боги развлекаются. Они пьют, веселяются, сражаются. Они не берут и наказывают людей. Если там какой-то человек выплешь, и его лучше, чем надо с ним просто реноваться, если он победил, надо его наказывать. Да, да, да. То есть, как бы, не дай бог, люди будут лучше, чем боги. Боги не очень любят. Здесь все говорит нам лишь о неправильном, даже торжествующем существовании, в котором все наличное обжествляется, независимо от того, добро оно или зло. И зрители, глубоко пораженные, остановятся перед этим фантастическим переизбытком жизни и спросят себя, напоенные каким кладовским зельем вкушали жизнь эти задорные люди. Так что им, куда они не глядели, отовсюду улыбались Елена, как в сладкой чувственности парящей, идеальный образ их собственного существования. Да, встает вопрос, как же надо было жить, чтобы таких богов себе придумать, чтобы таких богов увидеть в мире. Не забитого полумертвого, тащащего собственный крест на гору мужика, а вот таких вот прекрасных и миловидных существ. Да, давайте я немножко прервусь и скажу вам. Эти боги потом трансформируются в эпикурейских богов. Важнейшее свойство эпикурейских богов в том, что им все равно. Они не заботятся о людях, они не думают о людях, им не интересны люди. Это как если бы мудрец был заинтересован в дураках. Да, бессмыслица. Мы прочитаем позднее, наверное, я в перерыве посмотрю, но вы зафиксируйте для себя, может быть, вы дома посмотрите сами. Сверхчеловек очень похож на эпикурейского бога. И их общие черты раскрываются. Том 10, страница 44, страница 447, прошу прощения. Параграф 1, том 11, страница 103, параграф 351, 354, 355 и страница 487, параграф 73. А мы пока продолжим. Этому готовому мужу отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако. Не уходи, а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь распинулась перед тобой со столь необъяснимой веселостью. Есть царь давнее предание, власящее, что царь Этмида долгое время гонялся по лесам за мудрым вселеном, спутником Диониса, но он не мог издалить. Да, за этим Аполоническим на самом деле лежит Дионисийское. И Дионисийское выглядит катастрофически противоположным образом, чем Аполоническое. Когда тот, наконец, попал к нему в руки, царь спросил, что для человека лучше и предпочтительнее всего. Упорно и недвижно молчал демон. Наконец, принуждаемый царем, он с подзительным смехом разразился такими словами. Ну, демон, конечно, вы знаете, о каком демоне речь, да? Злополучный отодневный род, эти случаи и нужды. Зачем вынуждаешься говорить тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Слуга Диониса знает правду и знает, что правда очень непривлекательная. Наилучшее для тебя совершенно недостижимо. Не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А самое лучшее после этого можно скорее уберечь. Как соотносится с этой народной мудростью олимпийский мир богов? Как экстатическое введение истезуемого мученика с его пустами? Теперь перед нами как бы разверзается олимпийская волшебная хора, обнажая свои формы. Греки знали и ощущали страхи и ужасы в существовании. Чтобы вообще иметь возможность жить, они вынуждены были заслонить себя одни пристающими порождение лужи. Сновидение. Образами олимпийской. Да. Чтобы жизнь стала выносимой, они придумали ее противоположность. То есть вот объективная реальность, объективная действительность, в которой мы находимся. В ней все хаос, все отвозительно, кругом больные. Смерть может настигнуть вашего ребенка в любой момент. Вас она может настигнуть в любой момент. Она может вас не убить, а изуродовать. Может произойти все, что угодно. Может начаться война и так далее, и так далее. Вы живете в бедности. Вы знаете, до чего доходила греческая бедность, особенно в своем начале. Вот в этой бедности и этой нищете они придумали собственную противоположность как оправдание жизни. И чего достигли благодаря этому. Да. Но именно потому, что они с самого начала понимали правду. А почему они смогли это сделать с точки зрения Ницше? С точки зрения Ницше, он говорит, давайте зайдем дальше. Как появляется то, чем греки наслаждаются больше всего? Чем наслаждаются они больше всего? Что не их религия, а их искусство? Что у них за искусство? Ну театр. Что в этом театре? В этом театре трагедия. Трагедия – это всегда смерть героя. И Ницше задается вопросом. Если мы предполагаем, что человек создает для себя собственную противоположность, чтобы жить хорошо. Какими должны были быть греки, чтобы создать трагедию? Чтобы наслаждаться трагедией? То есть, христиане создают для себя Господа идеальный мир, потому что жизнь для них невыносима. Вот как создать такой тип человека, который будет создавать для себя трагедию? Который будет заинтересован в трагедии? Если каждый день ваш и так маленькая трагедия, вам неинтересна трагедия. Но если каждый день ваш – это постоянные победы, если вы пущете здоровьем, вам всегда интересна противоположность. И в этом смысле трагедия – это чисто дионисийская вещь. То есть, как жить в отвратительном мире, зная, что он отвратителен, и при этом быть его противоположностью? То есть, быть заинтересованным в создании собственной противоположности, в создании трагедии. Как собственной противоположности? Ницше лучше скажет, чем я, поэтому давайте мы лучше простим его. С чрезвычайной недоверия к титаническим силам природы, и жалостно царящее над всем, что дается познание. Мояр, господин великого человека, Дубца, Промедея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, для того окоплятия астридов, принудившая ареста к матери-убийству, которая, ну, короче говоря, вся эта философия гречного бога со всеми ее отдельными меморфическими примерами, от которой погибли меморфорические искусства. И пристанно все снова и снова преодолевалось грехами из помощи того художественного промежуточного мира Олимпийцев, о котором идет речь. Или во всяком случае, притрывалось и упиралось подальше. Причем глаз, да. Мир Олимпийцев нужен был, чтобы заслонить окружающую действительность. Ужасную окружающую действительность. Трагедия нужна для того, чтобы ее показать. Если вы почитаете все трагедии, кроме еврипидовских, то есть сафокловские и евклидовские, в них будет всего одна мысль. Это герой, лучший среди нас. И посмотрите, какой ужас с ним происходит. Если лучшего среди нас ждет вот это, а вы помните, что произошло, например, с Эдипом. Особенно в конце. Не тогда, когда он узнает, что убил отца и теперь женился на матери. А тогда, когда он выкалывает себе глаза и уже встал и собирается броситься со скалы, потому что его дети любят друг друга на счастье. Вот если лучшего из нас ждет такая судьба, какая ждет всех остальных. Это центральный посыл трагедии. Возможность жить, крекам пришлось отдать этих богов по насущему решению необходимости. Этот процесс мы должны представлять себе приблизительно так. Из первобытной титановской группы богов ужаса через последствия указанного Аполлоновского инстинкта красоты путем медленных переходов сложилось или близко друг к богу радости. Так розы пробиваются к свету из термистых чащих кустов. Как мог бы иначе такой полезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой зря, так он склонный к страданию народу, выносить существование, если бы оно не было представлено ему, его богат, одаренным столь величественным орелом славы. Тот же инстинкт, который вызывает в жизни искусство как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской волей. Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами жлят и жизнью. Вот единственная удовлетворительная пьяница. Пьяница, да. 37 страничка титаническим и варварским. Титаническим и варварским представлялось ополонностью других грекам и воздействие леонидского начала, хотя они не скрывали от себя при этом и своего внутреннего родства с поверженными титанами и героями. Мало того, они должны были ощущать еще и то, что все это существование, при всей его красоте и умеренности, покоятся на скрытые под почвы страдания и познания, открывшиеся им вновь через посредство этого дионисовского начала. Но ведь и в самом деле Аполлон не может жить без дионисов. Титаническое и варварское начало оказались в конце концов такой же необходимостью, как и Аполлоновское. Мы представим себе теперь, как в этот построенный на иллюзии и умеренности и искусственно огражденный глотинами мир вдруг вырвались экстатические звуки дионисовского торжества, с его все более и более манящими волшебными напевами. Так в этих последних делалось слышно и вся доходящая до пронзительного облика чрезмерности природы в радости, страдании и познании. Мы еще поговорим о природе, но природа действительно чрезмерна. Подумаем только, что мог значить в сравнении с этим, с этими демоническими народными песнями, псалмагирующих художника Аполлона и призрачные звуки его арфы. Музы искусств и иллюзии поблегли перед искусством, которое в своем опьянении вещало истину. Мудрость Селена восклицала горе-горе пред лицом радостных олимпийцев. Да, такое искусство, которое не было бы иллюзией, как его создать? Это решающий вопрос. Индивидца всеми его границами и мерами тонув здесь самозабвенности. То есть, как не совершить ископийский поход? Как не избежать окружающей действительности и все-таки иметь возможность принять ее в себя и переработать посредством искусства? Чтобы сам созидающий стал ребенком, стал новорожденным, для этого он должен желать быть роженицей и более роженицей. Поистине, через сотню душ шел я своей дорогой и через сотню колыбелей и родильных лук. Уже много раз я прощался. Я знаю последние, разбивающие ее сердце часы. Но так хочет моя созидающая воля, моя судьба. Или, говоря вам откровение, такой именно судьбы хочет моя воля. Все существующее страдает во мне и пребывает в темнице. Но моя воля всегда приходит ко мне, как освободительница и лестница радости. Воля освобождает. Таково истинное учение о воле и свободе. Ему улучшит вас за работу. Это ложь. У воли есть своя граница. И мы узнаем это. И Заратусу скажет это своим учеником чуть-чуть позднее, когда речь пойдет о карлике на мосту. Об избавлении, кажется, называется эта речь на всякий случай. Не хотеть больше, не ценить больше и не созидать больше. А пусть эта великая усталость навсегда останется от меня далекой. Даже в познании чувствую я только радость рождения и радость становления моей воли. И если есть невинность в моем познании, то потому что есть в нем воля к рождению. Нет никакого невинного познания, нет созерцания, есть только воля к власти. И даже те, кто думает, что чувствуют невинное познание, невинное созерцание, на самом деле чувствуют лишь волю к власти. Том 5, страница 19, параграф 9. И сейчас как раз о природе и поговорим. Вы хотите жить согласно с природой? О благородной стойке какое обман слов? Жить согласно с природой или жить согласно природе это девиз стойков. Вообразите себе существо, подобное природе. Безмерно растощительное, безмерно равнодушное, без намерения оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное, и неустойчивое в одно и то же время. Да, представьте так, если бы вы могли так жить, как бы вы могли так жить? Иными словами, примерно так должен выглядеть для простого человека сверхчеловек. Как сила природы, как эпикурейский бог. Растощительный, равнодушный, без намерения и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитый и бесплодный, и неустойчивый. Представьте себе безразличие в форме власти. Как могли бы вы жить согласно с этим безразличием? Жить, разве это не значит как раз желание быть другим, нежели природа? Разве жизнь не есть оценивание, предпочтение, желание быть несправедливым, ограниченным, отличным от прочего? Если же предположить, что ваш императив «жить согласно с природой» означает сущности то же самое, что «жить согласно с жизнью», то каким же образом вы не могли бы этого сделать? Отлично. В чем схожесть между жизнью и природой, только что описанными? Что общего между жизнью и природой? Единственное, что здесь вместе и то и другое несправедливо. Природа – существо без жалости и справедливости. И жизнь есть желание быть несправедливым. и природой жизни несправедливым. Да. Чтобы подробнее разобрать этот вопрос, нам нужно совмнить это с том 2, страница 18, параграф 6 и том 2, страница 46, параграф 31. Да, зафиксируйте и перейдем туда и туда. Ты должен был научиться понимать неизбежную несправедливость в каждом «за» и «против». Несправедливость неотъемлемую от жизни. Саму жизнь как обусловленную перспективностью и ее несправедливость. И мы снова говорим о перспективизме. На одном из своих уровней перспективизм означает определенную точку зрения. И так как у каждого своя точка зрения, понятно, что перспективизм каждый раз будет означать несправедливость. Но прежде всего ты должен был воочию убедиться, где несправедливость всегда бывает сильнее. Как раз там и жизнь развита меньше всего, ограниченнее всего, скуднее всего и примитивнее всего. И все-таки не может не понимать себя в качестве цели и меры вещей в угоду своему сохранению из-под тяжка, мелочной и неустанно дробяя и ставя под сомнение все более высокое, более объемное, более богатое. Ты должен был воочию увидеть проблему иерархии и совместного роста ввысь власти, права и широты перспективы. Права и широты и перспективы. Широты. Ты должен был достаточно теперь свободный ум уже знает, к какому ты должен он был послушен, равно как и то, на что он теперь способен, что лишь теперь смеет. Да, проблема ничи, проблема несправедливости, проблема иерархии. Такая нужная нелогичность. К вещам, способным довести мыслителя до отчаяния, относится познание того, что людям необходима нелогичность и что из нелогичности проискает много хорошего. Да, нелогичность и простекающие из нее результаты, это, конечно, дионисийская. Некогда греки, как вы видели из начала рождения трагедии, обладали абсолютно здоровыми инстинктами. Их тела и их страсти были здоровы. Так они создали греческую трагедию, так они создали дионисийское, не сопротивляясь ему, опознавая его. И вдруг приходит, какой-то мужик и говорит, я смотрю трагедию, я ничего не понимаю, что происходит, что это за фигня. Это нелогично, мне это не нравится, это отвратительно. Этот мужик и есть Сократ. Он начинает пытаться изменять то, что происходит с греческим инстинктом. Что с ним происходит? Он разлагается. Греки снова становятся больными. Меняются исторические условия, меняются их тела, меняются их инстинкты. И тогда Сократ, чтобы спасти греков, предлагает свой собственный рецепт. Его лекарство это разум и сила разума. Он говорит, разум должен стать тираном над вашими инстинктами. Разум должен стать тираном над вашими побуждениями. Все должны вы оценивать с помощью разума. Никакая оценка не должна быть рожденной. и пока он это делает, он меняет установку. Делает ее позитивисткой. Чем была наука до этого? Она была? Была, но она была развлечением. Она была смехотулечкой. Она и оставалась во многом смехотулечкой. Поводом вместе с друзьями под пьянку поговорить о том, как там вращается под действием пара какой-нибудь волчок. Сократ говорит, нет, это основание для жизни. Логика это основание для жизни. Разумный расчет это основание для жизни. Проблема в том, что Сократ это неудачник и пессимист. Иными словами, он ищет свои противоположности. Того, что исключит неудачу изнутри себя. Мы говорили об этом, когда говорили о Маккиавелле. Чего хочет философия? Философия хочет выдавить случай. Там, где есть место случаю, нет места философии. Именно поэтому Платон Аристотель и Ижи с ним создают не реальные государства, а воображаемые государства, потому что в воображении нет места случаю, а в окружающей действительности только ему место и есть. Но получается, Ничи тоже следует логике Сократа по конденсации, то есть он, греки создали трагедию, потому что были здоровы, а Сократ как раз и Платон говорили о том, что все стремятся к тому, чего у них не хватает. Нет, все стремятся к чему у них не хватает или то, что они могут вытерпеть. Поэтому греки могли вытерпеть трагедию, а Сократ не мог вытерпеть трагедию. Ему вообще не нравилось это искусство, ему не нравилось сидеть в театре, но Ничи говорит, молодой Ничи говорит, что он сговорился с Исхиллом. Это была такая конспирологическая фишка, что все трагедии предлагает смотреть на мир по-новому, но этот смотреть на мир по-новому выходит из его категорического пессимизма, из его неудачи, из его неудачливости, из того факта, что сам он неудавшийся экземпляр человек. Поэтому Ничи говорит, посмотрите, к чему привел такой подход, к христианству. Поэтому Ничи говорит, мы должны перевернуть перспективу. Логика снова должна потерять свое значение, и на ее место снова должна стать определенная нелогичность. Помните в протагории Сократ противопоставляет Логос к чему? Протоголь говорит, сейчас я тебе расскажу нечто. И это противопоставление рождается. Это Логос и Мюфос. И то, и другое первоначально означают одинаковую вещь. Только Сократ, когда протоколь говорит, хочешь Логос, а хочешь Мюфос. И Сократ говорит, делай, что хочешь. И протоколь рассказывает Мюфос, миф, миф о Прометее. Сократ начинает уничтожать этот миф с помощью Логоса. Вот Ничи снова возвращает нас назад к Мюфосу. В этом смысле, когда мы читаем его произведение, вы никогда не читаете, как оно было на самом деле. В этом смысле, когда я предсказываю Ничи, говорю вам о том, как христиане создают для себя этот самый рай по ту сторону, это не значит, что оно исторически так и было. Это не имеет никакого отношения к историческому прогрессу или историческому движению. Это просто байка, это миф, который помогает нам в нашей жизни, помогает нам осознать определенные вещи. Вот и все. Давайте больше. Конечно. что вам обещает логика? Логика обещает вам импотентность. Альститерианская логика в этом смысле номер один. Силогистика говорит, что если у вас две истинных предпосылки и вы выполнили правила силогистики, вы всегда получите что? Приведем простой пример, который я, наверное, вам уже приводил. Он вам поможет. Все, кто дает молоко, едят людей. Все коровы едят людей, все коровы дают молоко. Сколько раз я солгал в этом простом силогизме? Что я получил как вывод из двух посылок? Речь идет о том, что ложь гораздо богаче, чем истина. Из истины не получается ничего, кроме истины. Это первое требование и правило силогистики. Если вы все сделали правильно, из лужи может получиться все что угодно. Две истины, да. Если у вас две истинных посылки и вы правильно построили силогизм, вы получите только истину. Проблема в том, что это истинно импотентно. Это просто обобщение. Если все люди смертны, а Сократ человек, то Сократ смертен. Это ни о чем не говорит. Вы уже знали, когда сказали, что все люди смертны. Но если вы используете ложь, у лжи бесконечная потенция. Ложь истинно убивает креативность. Ложь не убивает креативность. Ложь поощряет креативность. Логик это импотент. Сократ это импотент. Он может разрушать. Он именно этим все время и занимается. Но он ничего не доказывает. Помните, Сократ ничего не утверждает. Сократ только спрашивает. Логика не может ничего создать. Может только разрушить. И тот факт, что мы живем в мире созданным логикой, говорит о том, что этот мир никогда не базировался на логике и никогда не двигался от логики. Кроме этого, логика также дает вам ложную уверенность в завтрашнем дне. Силогистика Аристотеля в своем пределе говорит, мы можем знать будущее. Если у вас есть достаточно посылок о настоящем, вы можете знать будущее. Грубо говоря, силогистика говорит, завтра либо будет, помните закон логики, закон отрицания третьего, завтра либо будет дождь, либо его не будет. Вот Митша говорит, когда мы закрываем Бога, вместе с Ним мы должны закрыть и этот позитивистский взгляд на мир. Куда мы двигаемся? Мы двигаемся к сверхчеловеку. Никуда больше мы не двигаемся. То есть нас не интересует комфортабельная жизнь. Нас не интересует долгая жизнь. Нас не интересует счастливая жизнь. Нас не интересует отсутствие страданий или отсутствие войны. Это туда, куда христиане двигались. И двигался вместе с ними Сократ по понятным причинам. Вот мы должны идти в противоположную сторону. Вот там в хаосе страданий становлений войне мы можем создать нечто чего еще не было. В порядке вы не можете ничего создать. Оно так прочно укоренено в страстях, в языке, в искусстве, в религии и вообще во всем предельщем жизни ценность, что его невозможно вычеркнуть, не нанеся тем самым этим прекрасным вещам непоправимого ущерба. Только очень наивные люди могут думать, будто человеческая природа способна преобразиться в чисто логическую. А если бы существовали степени приближения к этой цели, то чего только не пропало бы на таком пути. Даже самому разумному человеку время от времени потребно возвращение к природе, то есть к своему коренному нелогичному положению среди всего на свете. Да, жизнь и природа абсолютно нелогичны. Я хочу вам привести пример, который мне кажется чуть-чуть может быть прояснит, но скорее вас запутает, потому что вы кроме Максима Павловича никто об этом не слышали. это пример из Джона Роуза о справедливости. Роуз пытается доказать, что справедливое общество это общество полного равенства и говорит, давайте представим себе такую ситуацию, проведем мысленный эксперимент. Представим себе, что мы все пытаемся договориться о том, какое будет наше общество. Вот полностью, с нуля. но при этом никто не видит ни себя, ни соседа. То есть никто не знает, кто он такой. Ни сам, ни сосед. Никакого пола, никакого цвета, никакого возраста, никакой ориентации, ничего. Роуз говорит, если мы представим себе такой эксперимент, ответ всегда будет один. Мы создаем общество, в котором базовая позиция это позиция полного равенства. Если мы откатимся назад и попросим тот же мысленный эксперимент провести греков, какой будет ответ? Какой греки дадут ответ, если предать им такой мысленный эксперимент? Вот мне тоже кажется, что греки решат, что общество должно быть по-любому неравным. На случай надеются? Нет, они просто не предполагают, что общество может существовать иначе. И что оно может быть успешным существом иначе. То есть надежда не в том, что я выиграю и я окажусь наверху. Надежда в том, что тот, кто окажется наверху, окажется этого достойным. Я к тому, что у них прямо противоположная психология. То есть Роуз говорит нам есть объективная логика и эта логика валидна во все времена. А Ничи говорит вам все ровно наоборот. Грек не мог бы мыслить равенства и потому, когда его спросили бы о таком эксперименте, он бы ответил, конечно, неравное общество будет справедливым. В конце концов, можно было бы сказать, что если люди лучше и хуже, это очевидно, что люди не равны. То есть предпосылка стоит о том, что люди не равны. Поэтому общество не может быть равным никогда. Даже если мы в закрытую решаемую я не знаю хуже я или лучше, я считаю, что выгоднее для всех и лучше для всех, если наверху будут лучше. Это разница между предпосылками и установками зачем нужно государство. Грек считает, что государство нужно для того, чтобы делать людей лучше. И в этом смысле чем лучше человек, тем лучше ему в государстве живется для хорошей жизни. Современный человек считает, что государство нужно просто для жизни по установкам ГОПСа. Вопрос о хорошей и плохой жизни не ставится, вопрос о лучшей и худшей жизни не ставится и только тогда возможна ситуация полного радостного. Ну хорошо, давайте дочитаем Затусту и остановимся на этом, а то что-то мы уже перешли все границы. Прочь от Бога и Богов тянуло меня. это воля. Что осталось бы созидать, если бы Боги были здесь? Да, естественно, это тот же аргумент ГОПСа. Бог это помеха человеку. На фоне Бога все одинаковые, все равны, потому что все одинаково ничтожны. Но к человеку влечет меня снова и снова страстная воля моя к созиданию. Так устремляется молот к камню. Да, человек есть становящийся и валящий, то есть временный и обладающий волей к власти. Это значит, что его становление может стать актом воли. Но так как он еще и креативный, это значит, что его становление может стать актом креативной воли. Ах, люди, в камне дремлет для меня образ, в моих образах образ. Ах, он должен дремать в самом твердом, в самом безобразном камне. Страшно свирепствует мой молот против своей тюрьмы. От камня пыли летят осколки. Какое мне дело до этого? Завершить хочу я, ибо тень подошла ко мне. Из всех вещей самая тихая, самая легкая подошла однажды ко мне. Красота сверхчеловека подошла ко мне как тень. Ах, братья мои, что мне теперь до богов? До богов, да. Завершить говорит, что он не собирается объединять человечество. Он собирается создать избранный народ, который бы оправдывал существование всего человечества. И, естественно, как бы он мог, создавая избранный народ, не быть богом, не удержаться и стать богом, если бы боги были. Но, если бы боги были, как мог бы быть за отсутствие вообще, потому что если бы боги были, то избыльный народ уже существовал и его нельзя было бы сознать. Все, наверное, мы на этом можем остановиться, если у вас нет никаких вопросов.